12 лет На первый взгляд кажется, что виртуальный мир отвлекает от проблем На самом деле он их создает Доверчивый посетитель компьютерного зазеркалья погружается в волшебную атмосферу Ничего не подозревая у таящихся там опасности Совсем скоро приходит понимание, что в цифровой вселенной За маской доброты и красоты прячутся самые жуткие кошмары Который только может объять человеческий разум Ежесекундная угроза жизни Шокирующие вспышки света Оглушающие звуки выстрелов Нападение сверхъестественных тварей Череда постоянных предательств Вот что собой являет виртуальный мир И прежде чем окунуться в него Стоит задать себе вопрос А готовы ли вы? Мы представляем вам самые мрачные стороны игрового измерения Вы узнаете все о мире жестокости и насилия Там, где нет места слабо Приготовьтесь, в ближайшие полчаса Вам будет страшно и интересно Сегодня вы познакомитесь с 10 величайшими тиранами виртуального мира Эти властелины судеб народов разбрасываются чужими жизнями направо и налево Совершенно не задумываясь о цене отдельно взятого человека Вы увидите 10 самых свирепых и кровожадных антигероев цифровой реальности Они уже ждут, чтобы распространить свое могущество и на вас Эндрю Райан воплотил свою мечту в 1946 году Построив Восток Город, где художник не боится цензора Где великое не ограничено малым Где ученого не стесняет ханжеская мораль Так он сам говорил о своем детищем Считая себя истинным ученым Эндрю замахнулся на роль самого создателя Поставив себя выше правительства Выше народов Выше Бога Неизлечимо заболевший ницшанскими учениями о сверхчеловеке Он решил создать новый, четвертый рейн Только не германский, а подводный Заразив этой утопической идеей тысячи людей Которых он обрек на ужасную смерть Простое, человеческое Было для нового фюрера абсолютно чуждо Гуманизм стыдливо уступил место Бравому эгоизму Человеку в этом мире предстояло Заботиться только о себе Те, кто осознавал всю утопичность Сложившегося в восторге строя Становились изгоями В новом, презирающем Человеколюбие обществе Обществе, которое мистер Райан В своем больном стремлении К человеческому совершенству Обрек на уничтожение По злой иронии судьбы Через несколько лет Восторг превратился В уродливое зазеркалье Человеческого бытия Собравшее все самое мерзкое Имевшееся в людской натуре Создатель этого псевдорая Превратившегося в подводный ад Эндрю Райан Из биошока Заслужил десятое место В хит-параде Самых кровавых тиранов Игровой вселенной Долгие годы Повелитель спал Беспробудным сном В своей мрачной цитадели За это время Многое изменилось Само добро Утратило свое лицо И сделалось порочным А бывшие герои И рыцари Стали тщеславными Обрюзгшими И погрязли в разврате Некогда благородные Они бесстыдно Разграбили темную башню И удалились Восвоясе И тогда Владыка восстал Чтобы восстановить Справедливость И внушить страх В распоясавшихся Добродетелях Призвав своих верных Троллей-прихвостней Являвшихся Бесстрашными бойцами И хитрыми магами Он начал поход Во имя Восстановления Своей власти Он вторгался В деревни и города И собирал Кровавую дань Убивать и грабить Было для него Жизненно необходимо Первое Для поддержания могущества Второе Для восстановления Своих дьявольских чертогов Простые жители Умоляли его О пощаде Они приносили В жертву Самых красивых женщин Местные князья Пытались Оказывать сопротивление Но повелитель Не щадил никого И насилие Продолжалось А могущество Тирана Росло Восстанавливающий Кровавый баланс Добра и зла Повелитель Из Оверлорд Влавствует На девятой строчке Нашего хит-парада Когда-то Ликвид Оселот Был майором Гру И командовал Подразделением Спецназа Носившим его Имя Много позже Его узнали Как члена Террористической Группы Фоксхаунд И как правую руку Ликвида Снейка По иронии судьбы В одном из ожесточенных Боев с правительственными Войсками Когда все участники Диверсионной группы Включая Ликвида Были уничтожены Оселот Потерял правую руку Дабы получить силу И могущество Бывшего босса Он распорядился Чтобы хирурги Взамен потерянной руки Приспособили Конечность Пораженного Предводителя Вчерашний спецназовец Получил огромную власть Пять крупнейших Военных корпораций По мощи сравнимые С армией США Перешли в полное Его подчинение Их бойцы Стали не просто Солдатами Это были Машины смерти Напичканные Высокотехнологичными Наноустройствами Однако Трансплантация Не прошла без следа Дух Ликвида Овладел Оселотом И появился Новый тиран Ликвид Оселот С разумом первого В теле последнего Управляя Подсознанием Своих И вражеских Солдат Этот Почуявший Кровь монстр Вознамерился Получить контроль Над системой Санс Овзе Петриот Основой Основ Всех военных сил Того времени Лишь Самоотверженное Сопротивление Американской Армии И бесстрашного Солида Снейка Не позволили Исполниться Замыслом Злодея Ликвид Снейк Управляя Сознанием Оселота Из Metal Gear Solid Привел Своего Бывшего Подчиненного На восьмую Ступеньку Хит-парада Тиранов Мы дадим Вам пару минут Передохнуть Это десятка Самых Кровожадных Тиранов Виртуального Мира Не переключайтесь Быть правителем Народов Великое Искусство Очень велик Соблазн Превратить Своё могущество В источник Собственных Наслаждений И стать Причиной Кровопролития Своих Подданных Мы продолжаем Обратный Отсчёт Самых Свирепых Тиранов По ту Сторону Экран Шао Кан Обманом Стал Владыкой Внешнего Мира Когда-то Он был Обычным Советником Императора Оннага Этот Властный Правитель Превратил Империю В самый Сильный Из существующих Миров И начал Искать Возможность Стать Бессмертным Ему Не удалось Завершить Свой Грандиозный План Амбициозный Советник Отравил Своего Повелителя И сам Взошёл На престол Внешнего Мира Новый Император Стал Олицетворением Вселенского Зла Обладая Богоподобной Силой И крайней Жестокостью И грубостью Как к своим Врагам Так к союзникам И подданным Шао Кан Начал Один за другим Завоёвывать Миры Распространяя Своё Господство Излишне Высокомерный И самоуверенный Шао Кан Едва не стал Виновником Своего поражения И свержения Строй Но Обладая Огромной силой Воли На пути К достижении Своих целей Он смог Объединить Все миры И стал Могущественным Правителем Во вселенной Император Внешнего мира Шао Кан Из Mortal Kombat Становится Седьмым В списке Тиранов Игрового мира Мечта Заполучить Божественный меч Вот что Двигало Бокар Этому Амбициозному Королю варваров Было мало Той власти Которые Он имел Над своими Человекоподобными Стадами Именно Стадами Ведь Жесткий Тиран Относился К своим Подчиненным Как к Сборищу Животных В полугнев Он мог Приказать Уничтожить Сразу Несколько Тысяч Бойцов Свой Нарок Он превратил В мощнейшую Армию Состоящую Из самых Сильных Свирепных Бесстрашных Зверей Бесстрашных Противнику Но испытывающих Животные Страх Перед Хозяином Не дай бог Оказаться Раненым Или Обессилен С беднягой Тут же Расправлялись Страх Делал бойцов Бесконечно Преданными Своему Своему правителю Когда он Отдал Приказ Пойти Войной На хранителей Божественного Меча Никто Даже Не посмел Усомниться В правоте Хозяина Захвати Бог Он Магический Меч И все Земли Узнали Что такое Безраздельная Власть Жесточайшего Из тиран Но Отважная Девушка Нарико Ценой Своей Жизни Расправилась С армией Злого Короля Сохранила Божественный Предмет И спасла Мир От тирании Так И не заполучивший Божественный Меч Король Бохан Из Хевенли Сворд Покоится На шестом Месте Списка Виртуальных Тиран Некогда Артас Был благородным Принцем Защищавшим Свою страну Лердерон От нашествия Войск Нежити Под названием Плеть Но так как Ряды зомби Не только Не убывали Но лишь Увеличивались Подавленный И озадаченный Врагом Артас Стал терять Свой человеческий Облик Он обнаружил Источник напасти В других Землях И решил Раз и навсегда Покончить С этой угрозой Однако Это сыграло С ним Злую шутку Вместо Освобождения Своего народа От напасти Артас Сам пал Жертвой Невероятной силы Короля мертвых Вера в то Что это Спасет его народ Артас Поднял Проклятый Рунный Клинок Фростморн Меч На самом деле Наделил Его огромной силой Но взамен Украл его душу И превратил Артаса В величайшую Среди Рыцарей смерти Короля мертвых Лишившись Души И здравого Смысла Артас Повел плеть Против Собственного Королевства Находясь Под властью Короля мертвых Артас В конце концов Убил Собственного Отца Короля Терраноса И разгромил Лордерон Правитель Обернувшийся Против Собственного Народа И уничтоживший Многие Другие Ради Служения Злу Принц Артас Из Варкрафт-3 Прочно Обосновался На пятой Позиции Нашего Списка Кейн Идеолог И предводитель Братства Нот Харизматичный Психопат Ставший Живой Иконой Для Многочисленных Сторонников Братства Открыв Новые Технологии На базе Тибериума Он Провозгласил Новую Религию Адептами Которой Стали Миллиарды Бедняков По всему Земному Шару Объявив Тибериумные Достижения Технологиями Мира Он собрал Под свои Знамена Настоящую Армию Состоящую Из людей Безгранично Верных Своему Предводителю Под лозунгом Мир Через силу Группировка Начала вести Вооруженную Борьбу С законным Правительством Глобального Совета Безопасности Кейн Вел их За собой Словно Заблудших Овец Не особо Думая О нравственности И морали Он Пустив Людям Пыль В глаза Использовал Их Для достижения Личных Целей Преследуя Собственные Идеалы Благодаря Действиям Братства И подпольным Тиберийным Разработкам Большая часть Земли Стала Непригодной Для жизни Но Кейн Продолжал Действовать Так Как было Выгодно Для него Завернув Свои Истинные Корыстные Интересы В обертку Борьбы За равенство И освобождение От гнета Богатых Правительств Идол Миллионов И миллиардов Бедняков Тибериумный Робин Гуд По совместительству Властолюбивый Тиран Кейн Из Сен-Си Кейнз Рэс Шагнул На четвертую Ступеньку Нашего Хит-парада После рекламы Мы вернемся Вновь Чтобы показать Вам Самую Могущественную Тройку Кровавых Правителей Из них В пятнадцатом веке В Румынии В семье Воеводы Влада Второго Родился ребенок Его тоже Окрестили Владом Третьим По счету Позже Его прозвали Владом Колосажателем За его Маниакальную Тягу Наказывает Своих врагов И подданных Которых Он сажал На кол Пережив В детстве Четыре года Турецкого плена Молодой Правитель Стал склоном К немыслимым Жестокостям Он постоянно Держал свой народ В состоянии Истеричного Трепета Мог казнить Любого По малейшей Прихоти А то и Вовсе Без нее А когда Дракула Отрекся От православия И принял Католичество Транселиванский Народ Тотчас Назвал его Вампир За его Отступничество И бешеную Одержимость Кровью Однако В личной Жизни Влад Дракула Был несчастен Все Кого он Любил Либо Умирали От болезней Либо Погибали От его Собственной Руки Несчастный Дракула Тогда Проклял Мир И после Смерти Обратился В легендарного Кровопийцу Неимоверно Жестокий И вместе С тем Безысходно Несчастный Граф Влад Дракула Из Косильвания Открывая Тройку Величайших Компьютерных Тиранов Однажды В начале В начале Времен Силы Порядка И хаоса Сошлись В вечной Битве Чтобы решить Судьбу Всего Сущего Когда Эта борьба Докатилась До мира Смертных Санктуарии То ни один Человек Демон Или ангел Не мог Остаться Невредимым Последний Из правителей Зла Баал Стремился Разрушить Могущественный Камень Мира Который Защищал Все земли Смертных От сил Ада Вместе С бесчисленными Ордами Своих Демонических Приспешников Баал Продвигался На север В горы Варваров Чтобы править Миром Оттуда По пути Он захватывал Новые земли И сатанинским Огнем Выжигал В них Всякую жизнь А тех Кто уцелел Он превращал В нежить И делал Своими Слугами Ни в какие Переговоры Баал Не вступал Это Не было В его Планах Этот Сатрап Предпочитал Простое Уничтожение Всех Непокорных В бою Этот правитель Нечисти Был суров И беспощаден А воины Его Не знали Поражения Во все времена Сын Ада И уничтожитель Всего живого Баал Из Диабло 2 Выходит На второе место В сегодняшнем Суровом Соревновании Чья же Личность Одержала Верх Над всеми Остальными Об этом Вы узнаете Только после того Как мы вновь Напомним вам Кто претендовал На эту страшную Корону Наш хит-парад Открыл Создатель И глава Подводного Города Гениев Эндрю Райан Из Биошок На девятом Месте Находится Повелитель Из Оверлорд Который Своим Жестоким Примером Доказал Что зло Миру Так же Необходимо Как и добро Восьмую строчку Занимает Осилот Из Металгирсоля Человек Получивший Неограниченную Военную мощь И потерявший От этого Всякий Здравый смысл Седьмая ступенька За коварным Обманщиком Шао Каном Из Мортал Комбат Захватывающим Один мир За другим Шестая позиция Занята Деспотичным Поханом Из Хевенли Свар Лидером Ни секунды Не колеблющимся Перед тем Как отправить Свои войска На верную гибель В середине Нашего хит-листа Находится Принц Артес Из Варкрафт 3 Правитель Уничтоживший Собственный народ Четвертым В сегодняшнем списке Стал Властолюбивый Тиран Кейн Из Сиэнси Кейн Райс Бронзовая медаль За тиранию Присуждается Безумному Самодуру Графу Владу Дракуле Из Дракула Ориджин И Косльвания Вице-чемпионский Титул По кровавости Сегодня взял Родной брат Самого Дьявола Баал Из Дьявола 2 А теперь Преклоните колени Перед владыкой Сегодняшнего Хит-парада Ибо в гневе Он страшен Вселенная Всегда была полна Жизни Более того Одни ее формы Постоянно Враждовали с другими Развязывая Звездные войны И многие Из этих войн Были делом рук Пожалуй Самой таинственной И могущественной Фигуры За всю историю Звездного правления Коса Палпатин Этот представитель Рода ситхов Всю жизнь Стремился К неограниченной Власти Когда Палпатин Впервые попал В Галактический Сенат Он тут же Организовал Ряд интриг И убийств Своих начальников Чтобы занять Их место Пользуясь Древними знаниями Ситхов И своими Сверхъестественными Способностями Он сумел Стравить друг с другом Многие Торговые И военные Коалиции Тем самым Добиваясь Тотального Хаоса В Галактике Где он В конце концов И занял Высший пост Пост Императора Единственное Что могло Противостоять Его разрушительному Могуществу Это орден Рыцарей-джедаев Наделенных Нечеловеческой силой И обостренным Чувством справедливости Но Палпатин Создал Могущественную Армию Клонов И перебил Почти всех Джедаев Галактики А иных Переманил На свою Сторону Палпатина Несколько раз Уничтожали Но каждый раз Душа его Переселялась В тело Своего Клона И темная Страна силы Вновь угрожала Жизни Во Вселенной Деспотичный И целеустремленный Звездный Император Кос Палпатин Из серии Стар Воз Сегодня Безраздельно Влавствует